Говорит Спортруппер и сегодня мы с вами поговорим про наличие велосипедов Трек в России. Погнали! С конца февраля многие компании начали уходить с российского рынка по разным причинам. Некоторые компании ушли по экономическим, а некоторые компании решили покинуть наш рынок по политическим соображениям. Причем это безусловно касается также и велосипедного рынка, хотя на самом деле здесь потерь не так уж и много. Среди самых ярких представителей из тех, кто решил покинуть российский рынок является американская компания Спешилайст. И она на мой взгляд в мире занимает почетное первое место по силе бренда. И помимо Спешилайст существуют также и другие велосипедные топовые бренды, которые также находятся под серьезным давлением либо ухода, либо не ухода с российского рынка. И кстати, среди этих самых топовых брендов есть также и Мерида, от которой у многих подгорело. Типа мол, чё Мерида, почему она вообще в топе? Не, ребят, это топовый бренд. А среди этой восьмерки брендов есть бренд под номером 2, про который я сегодня хочу чуть-чуть поподробнее рассказать. А это Трек Байсиклс. В России брендом Трек занимается компания Спортекс, которая его ведет чуть ли не последние 20 лет. Наряду с компанией Slopstyle, которая занимается брендом Мерида на территории России, Спортекс является сторожилом нашего велосипедного рынка. Какие были и есть особенности у данной компании? Первое это то, что компания все свое существование занимается по сути начальным сегментом. Если, например, тот же Спешилайс в большей степени занимается средним и высшими сегментами в нашей стране, то Трек никогда не занимался велосипедами, которые стоят дороже 300 тысяч рублей. Да что уж там говорить, я думаю, начиная с 2017 года мы вообще среднесегментарных моделей в принципе не видели. Вторая особенность это по сути, что весь объем ввозимых велосипедов Трек на территорию России предоставлялись компании под названием Спортмастер. Причем я абсолютно уверен в том, что Спортекс стал по сути заложником ситуации, торгую велосипедами Трек с компанией Спортмастер. Потому что они наверняка их продают по себестоимости, то есть по сути по закупочной стоимости, не давая себе ресурсов для развития. И третьим фактом является то, что компания вообще не вкладывала ресурсов в маркетинг. По факту это операционная компания, которая занимается только лишь поставками, логистикой, а также работой с клиентами по велосипедному бренду Трек, а также Бонтрейджер на территорию России. И вот на этой неделе компания Спортекс отправила по электронной почте письмо всем дилерам, с которыми она работает, о том, что скорее всего поставок велосипедов Трек, а также аксессуаров Бонтрейджер в 2023 году не будет. И еще, кстати, интересный нюанс заключается в том, что именно в день этого самого письма я забирал клиентский велосипед Трек по подбору велосипеда из магазина Сити Сайкл. В общем, прикольное совпадение. И это обозначает, что еще один бренд из великой американской тройки покидает российский рынок. То есть в следующем году ни Трек Марлинов, ни других велосипедов на российском рынке не ожидается. Так, ну а раз я начал говорить про всю американскую тройку, то давайте немного освежим информацию, кто у нас есть, а кто, соответственно, выпал из российского поля. Бренд Спешилайст как лидер из этой тройки номинально еще присутствует в России. Но они свернули всю свою поставочную деятельность велосипедов, то есть велосипедов официально не приходят в нашу страну. И еще и пригрозили кулачком всем соседям и сказали, не работайте с русскими, они плохие. Кто бы что ни говорил, это просто неадекватная позиция бренда по отношению ко всем своим дилерам, с которыми они работали и которых заставляли вкладываться в этот бренд, а также по отношению к конечным клиентам. Теперь к треку, и как мы выяснили выше, он начинает сворачивать свои манатки, начиная с 2023 года. Причем глобальный менеджмент трека это на самом деле такие закоренелые консерваторы, поэтому когда я услышал эту самую новость, она меня даже серьезно удивила. То есть такой компании, чтобы сделать серьезный шаг, типа там поменять дистрибьюторы или что-то там вроде, им нужно сделать крайне серьезное переступание через самих себя. А третьим брендом является Cannondale, который поставляет на территорию России сеть магазинов под названием Trial Sport. И тут давайте-ка остановимся поподробнее. Дело в том, что сайт Trial Sport очень много о чем говорит, если его правильно изучать. И наблюдательные посетители этого сайта могли заметить одну интересную особенность. В начале сезона, когда Trial понимает, что же за товар к нему придет в течение всего года, заранее создает карточки товаров. То есть бренд загружает на сайт в самом начале абсолютно все модели того самого заказанного года, и причем процентов 70 из них на старте не бывают в наличии. То есть они ожидают поставки. И в начале сезона все примерно так и было. На сайте Trial было несколько моделей 2022 года, которые успели прийти на склад, и было большое множество Cannondale, Mangoza, James'а и так далее, которые ожидались к поставке. Но зайдите на сайт Trial прямо сейчас, и вы, ну скажем так, неприятно удивитесь, что абсолютно все модели, которые ожидались к поставке в 2022 году, с сайта исчезли. И это на самом деле закономерно. И я объясню почему. Дело в том, что в отдельном выпуске я разбирал покупку компании Pond Holdings, того самого концерна под названием Doral Sports, который принадлежали такие бренды, как Cannondale, Schwinn, Mangoza, GT и так далее. И если раньше те самые бренды, как Cannondale и другие, принадлежали американской компании, то на сегодняшний момент они принадлежат голландской компании, которую я выше и назвал Pond Holdings. А европейцы, особенно голландцы и немцы, сейчас истерично разрывают взаимоотношения с российскими контрагентами. И я на 90% уверен, то есть это не факт, что с Cannondale случилась точно такая же история, как с треком и со Specialized. И это обозначает, что в 2023 году мы вряд ли увидим всю тройку целиком. Поэтому, если вы себе хотели брендовый велосипед от того же Tracker или Cannondale, то у вас есть возможность их купить прямо сейчас, пока они есть в наличии. А потом вы увидите то, что на нашем рынке стали появляться разного рода другие бренды, которые, по сути, насытят наш российский рынок и, может быть, даже сделают его лучше. Но, безусловно, это не бывает по щелчку пальца. Это долгая, многолетняя работа. Но, тем не менее, все карты на руках. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, ожидали ли вы таких шагов от того же трека или Cannondale, потому что, по мне лично, от трека такое можно было ожидать, ну, просто в последнюю очередь. А также не забывайте про наши странички ВКонтакте, а также в Телеграме. Ссылки я оставляю всегда вверху в описании к ролику. А с вами был Спортруппор. И всем пока. Не знаю, на теории, да, трек мог легко уйти с российского рынка, но психологически это то же самое, что какой-нибудь полигон вдруг хлопнет дверью и скажет, да идите нафиг, ну, то есть, что-то маловероятное. Ну, вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!